тихо еще чуть-чуть отлично как открыто теперь шевелись если жить охота при целых две батарейки потратил на 1 всем привет мои дорогие вы на канале джуси гости меня зовут иваном с вами продолжаем прохождение alan wake remastered до сих пор у нас нет почти никаких ответов на мои вопросы происходит что-то до сих пор странное в игре мы пытаемся все с этим разобраться ясность только внесло то что вроде как жену реально похитили и мы сейчас вроде как идем вот лавер speak это там встречаться с похитителем похитили с нами связал сказалось я не шучу как бы как бы шуток здесь нет мы шутки не путем иди на верхушку без копов ну собственно вот мы здесь вот мы здесь мы туда пытаемся да брат вся вот 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 где-то на ловишь speak он сказал возле вот этой вот счет на меня нападает периодически тьма а точно 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 я я я кажу я кажется припоминаю что с этими воронами надо делать эти эти вороны тоже на меня нападают это как бы тьма видишь чуваки одержимые тьмой я не знаю ходячими одержимыми их называть как-нибудь я их буду называть а вот то что фонарик забрали это супер печально ракетницу использовал красавчик правильно использовать пошли нам нельзя мешкать сейчас еще набегут фонарик это для детей сигнальные ракеты вот что будет держать этих твоей на расстоянии я пользовался сигналка хорошая вещь набери побольше набери побольше сигнальных ракет но ты тоже их видишь чёрт конечно их вижу пошли нечего стоять зачем потому что так полагается по сюжету да но пошли я потерял мой пистолет у меня есть пистолет и главное свети на них нажмите удерживайте чтобы использовать фальшмейстер не сразу не сразу не узнал его он ехал на параме вместе со мной велись это он пиарился на нее тогда и он знал как меня зовут и мы шли клавер спик таких совпадений не бывает это и был похититель давай лайк не оставай слышишь это они черт меня кто-то что-то кинул а сзади подошли класс давай стреляй стреляй вон я выслей от 3 этого не братан очень плохо стреляет конечно с тем еще не разобрался до сих пор жалко что я потерял пистолет конечно эти ракетницы конечно хорошая вещь но только когда толпой заходит давай давай добей ты его ну чё ты сейчас решил перезарядиться ну молодец клавер спик сюда вверх по ступеньку берите ящика сигнальной ракеты отгоняй пока я оторву доски так на где за сюда пистолет нет не пойдет кайки смеешься что ли дай сюда пушку никогда языком молоть не подпускает черт побери на то есть я с ними в должен сражаться именно ракетницами до держись немного осталось отгоняй их а я могу прям их бросать подсвети к этих уродов тихо еще чуть-чуть отлично как открыто теперь шевелись если жить охота ты с а ты сам не хотел мне давать оружие я бы лучше тебя с оружием прикрыл конечно я уже сколько пистолетов потерял уже три в 33 и револьвера было потеряно мной но как тебе лучшего и тепло и светло готовься они скоро нас догонит очень странно что он решил мне помочь зачем он вообще поищал жену теперь меня спасать странно немножечко нет чуть-чуть самый малость давай еще ракет возьмем приехали в последний бой тут еще сигнальные ракеты готовься будем их бить пока не окончится дай мне чертову пушку они идут так не пойдет вы следуй по сценарию чёрт он подошел ко мне так еще один выдохся о кофе йог и 10 либо не пройду так где они где-то же здесь еще ходят пускай подойдут не буду пока кидать эту ракетницу ага вот так получили сзади кто-то напад напасть решил мне меня мне нравится как игра меня предупреждает об опасности или может быть немножко прикроешь меня нет я уже всех их разрядил блин поэтому я я у всех разрядил их свет так две шашки кстати осталось одна шашка осталось это плохо давай 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 черт есть все готов отлично и молодец я выжил даже я удивлен и я думал что здесь будет все гораздо хуже хватит притворяться где моя жена я знал что ты скажешь я все это уже читал поздравляю лайк ты просто невероятный писатель ты принесешь наш мир нечто великолепное и ужасное если только мы обеспечим тебе хороший редакторский надзор что ты несешь где с мне нужна вся рукопись или ей не поздоровится только троне ее и решил так вопрос решить да молодец убить похитителей потом вообще не найти нигде но я бы лучше у него пушку забрал а вот и пушка такой поворотик ты не ожидал он видимо дальше не читал рукопись он читал какие-то отдельные страницы и понял что он то что он пишет то и происходит так взять патроны или ты отдашь мне рукопись или сильно пожалеешь а ну-ка верни сюда если тронешь элис я тебе башку торву слышишь меня она вернись так я взял у меня есть одна ракетница патроны и батарейки он похитил элис и подумал что рукопись обладает какой-то волшебной силой и требовал ее взамен вот только мне нечего было дать нужно было вернуться к баре решить что делать дальше и все это просто вот такая встреча в лесу а потом опять разойтись милис боится темноты не одиннажды элис пыталась объяснить мне каково это боятся темноты для нее темнота была не просто отсутствием света но чем-то куда более связаемым ее можно было потрогать и ощутить хуже того это было нечто обладающее собственным разумом злым и враждебным для элис все привычные вещи когда их накрывала темнота превращались в нечто иное чужое и не было больше ничего безвредного или безопасным только сейчас я по-настоящему понял что она имела ввиду так ну хорошо у нас получается похититель решил воспользоваться способностями уэйна и видимо написать ну подправить рукописи он же сказал принеси мне все рукописи у алана этих рукописей нет мы сами их находим пусть он видимо думает что они все у меня оставшиеся теперь хотя бы понятно мотивация зачем он это делает теперь хотя бы немножечко стало понятней чуть-чуть яснее пробраться через лес мы опять в лесу у нас опять фонарик опять револьвер добавили новые эти новые штучки добавили прикольные он убегает иди сюда капкан юпта стоит уже капкан может мне в капкан заманить призраков этих я буду их называть по-разному название чувачка мне дали это будут одержимые будут призраки тьма и прочее прочее гад что мы понимаем друг друга ходячие вот не ходячий тоже нравится ходячая тьма еще один капкан блин игра спасибо что подсвечиваешь я бы точно в нее попался я бы точно попался в этот капкан ух ты нихрена себе здесь капкан это вот прям жестко так бы браконьеры здесь все обложили так они потухли теперь а свете фонарика они начинают снова гореть я понял то есть если на них не светить фонариком то они перед ну как бы не блестят а фонарик от них отражается и они начинают блестеть все теперь тоже ми тоже механика довольно простая и ясно опачки еще бы чуть-чуть и все и наступил бы в капкан еще бы чуть-чуть и уже не было бы ноги батарейки патроны спасибо у меня для револьвера максимальный запас но я когда прошел мне никуда стрелять не нужны волну прикольно а чё такое патроны для револьвера что заберем как это местный прикол стрельба по банкам то видим видимо это место но почему нет у тебя лес такой вокруг берешь баночки идешь в лес стреляешь никто не запрещает я бы тоже так ходил но у нас это нельзя делать тихо 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 опа 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 у меня какой-то револьвер бы помощнее стал или мне кажется мне что-то казалось что раньше мне в них приходилось больше патронов высаживать а сейчас как-то все проще получается так опять тьма сгущается видишь это на экране явно заметно когда на меня готовится нападение оба сзади а нет это просто тьма нападает какого черта а что она сделала что произошло если честно не сильно понял может быть часа боссом тьмы будет похититель ага конечно ящик просто для красоты ящик оставили этот ящик открывать нельзя а мне туда подожди давай здесь посмотрим что я все еще надеюсь найти нычку с ракетницей или с дробовиком у меня пока ничего этого нет у меня только револьвер меня это печаль со спины пошел хорош и сбоку еще кто-то подошел да вот здесь меня конечно зажали так с двух двух сторон очень 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 неожиданно получилось что они охраняли тут почему именно здесь они вылезли я мог просто подняться на дерево по дереву и с ним не сли подожди мне кажется туда по сюжету надо а в дом не по сюжету пойдем дом проверим пойдем проверим дом посмотрим что там жизнями у меня конечно сейчас все не очень хорошо обстоит дело да это без это безопасная зона блин знаешь вот так вот сделаем и сейчас стартанем они все равно подходят ко мне даже когда светит стало еще опасней они вообще пропали ну интересно не хорошая хорошая штука будем пользоваться ну больше нет у меня их у меня был один я его бросил на землю чтобы обезопасить тебя так рукопись смотрим что там так этой ночью одна отчаянная ситуация сменяла другую я был измотан и все тело болело фонарик стал тяжелым заводя курок я чувствовал как руку отдается боль мне наконец-то удалось выбраться из леса и дела вроде бы налаживались именно в тот момент я услышал бензопилу класс у нас будет о охотничье ружье это что-то новенькое то есть помимо же мне сейчас нужно выжить фонариком его она типа меткая скорее всего очень да ну патронов тоже немного все равно дают на него кофеечка самое время самое время выпить чашечку кофе и не чашечку а целый термос а патронов больше нет мне четыре патрона осталось мне сюда и нужно ну погнали мы здесь все собрали можем идти дальше но вижу эти ракетницы и ракетницу а переносную фальт больших я даже куда можно было сфокусироваться уже больше нельзя фокусироваться я да это слово даже не принесу как он называется нет не не пишет фальш фейкер фальш фейкер наверно так выглядит как арена для босс файта а еще топором не кинули спасибо так здесь есть фай и здесь есть этот можно стартануть а наверно зря я потратил сейчас их больше не будет я зря пустил ракетницу все пассивами немножко подлечили да я тупанул конечно можно было не запускать ну все потратил и потратил что же теперь все чёрт чёрт теперь переживать правильно куда мы дальше двигаемся пробраться через без туда такие погнали у еще одна ракетница или это моя используется это моя использование очень жаль очень обламывающий момент опять час из лесу полез а ведь так близко до какое-то безопасное место вот просто вообще рядышком как будто бы руку можно протянуть они я на месте все все я на месте здесь уже безопасно тьма меня не достанет блин опять сзади а блин очень жестко очень жестко мне сейчас прилетает я со своими ножами этими ебучими все разобрался счет они начали меня прям жестко прессовать надо от них больше уворачиваться и разрывать дистанцию то не реально бросают метка достаточно и возле и у самого безопасного где я уже думал все я в безопасности хрена к 4 штуки вырезала а может это из-за того что их больше вылазит просто их раньше не вылазило по 4 их раньше по три максимума было поэтому стала не у тихо 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 спокойно стало немножечко тяжелее чуть-чуть самую новость добраться до верха лесопилами на самый верху что там типа безопасно что-то как-то что-то как-то не сильно безопасно я правильно все я наверно правильно вроде как вроде как нормально папа есть такие пятны здесь они меня тоже ранят не буду я на них тратить заряд батареек я их буду просто выжигать чем что есть тем что у меня светит постоянный бесплатно это бесплатный свет такой свет фонарики бесплатно другой тратит батарейки у меня опять кстати хпшки не хватает и где-то уже попался так нужно до самого верха здесь что можно посмотреть и я видел весь лестницу наверх это просто рукопись давай посмотрим на лесопи на лесосеке творилось не вещь что модульный офис столкнулись утеса возбужденный помощник тортон выжился из развалина тяжело дыша от усилий никого нет странно ты не думаешь что это странно скучающие малиган громко фыркнул черт побери ты всегда странно тортон просто надо понять какая именно странность стряслась на сей раз это помощники шерифа они по рациями с ними разговаривали которые приехали осмотреть место в прошлой нашей заварушки где нас чуть не скинули с обрыва последний момент успел выбраться и как это пробить это как-то ломается стопудово не же стрелять жалко так здесь здесь не пройти жалко что патроны потратил о таким ничего себе то лифт но это видимо сделано чтобы что-то чердака спускать тихо не падаем спокойно а он держимся на месте так баре в элвер вуди история успеха уэйка вы нашли 25 страниц когда баре увидел как тьма напала на туристический центр он поверил люди которых алла по его словам перестрелил это были не просто выжившие зума место мир каким-то образом переменился будто без предупреждений переключили канал кто думал что смотришь комедийный сериал а на самом деле шел фильм с ужасом когда птицы напали на вертолет баре не удивился а просто испугался были классно какой-то он видимо вызвал подмогу и она не особо смогла добраться из-за из-за птиц круто так фальш фейер фальш фейер что за название такое фальш фейер чё у нас здесь еще о кофеечек так нормально я одну сюда залез дальше а вот лестница все вижу 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 лестницу поехали так немножечко мы прибрали добра фальш фейеры это полезная штука особенно когда толпой гасят прям то что надо это должно было бы не меня испугать но очень страшно не страшно и такие такими приколами меня не напугаешь нет недостаточно жуткая атмосфера чтобы я любого шороха боялся нужно атмосферу вам делать же уже более жуткую о за даркнис чё это в эрс фейс берегись опасных ситуаций это это такой крутой чувак да ну блин пришлось потратить батарейку но тут без шансов ты сам видел что здесь бы я так особо не выкрутился хотя можно было от него побегать о еще одно ружье спасибо то есть на этой локации у нас крутое оружие это ружья но пока нет прибережен для босса ух ты черт и что это было такое я об доску ударился или капкан там сработал какой-то но в меня точно никто ничего не кину здесь больше никого нет так как пройти а вот досточка перелезь пожалуйста ворота закрыты но здесь как бы можно перелезть так что нам припрятали на этот раз батарейки и патроны класс интересно это же кто-то должен получается разносить ну то есть в эти ящики кто-то должен принести батарейки и патроны принести и положить то есть есть у них видимо какая-то какая-то должность работа а это не рукопись мне показать мне очень сильно показалось какая-то должность должна быть носить вносить патроны в этот на гору случае непредвиденных ситуаций есть их двое здоровяков тихо-тихо да ты прицелься чё ты будешь прицел для еще одну прицел их две батарейки потратил на одного я пока не с винтовкой тоже прибережем их было два здоровяка этом это было то место где нужно использовать винтовочку но прибережем еще на для одного такого замеса хотя тоже знаешь так по-дурацки сейчас можно было сделать туда и все получилось как получилось я сделал все профессионал урон не получен урон не получен самое главное о отлично отлично давай бери для полный для револьвера больше не надо это надо ну оставь себе оставь себе может кому-нибудь еще пригодится может быть быть кто-нибудь пойдет после меня и такой брат спасибо что оставил это спасет мне жизнь кто балка леса опасное занятие а вот и бензопила пришла вот и пришла бензопила класс супер это то что я хотел черт сколько уже батарейки третью батарейку потратил на него блять хорош был крутой чувак он и под фонариком моим и под этим красным светом сколько выдержал ну все я его положил я думал посложнее будет неплохо нормально справились нормально я даже урона не получил меня все устраивает так а комп гром не знаю что значит это видимо лагерь комп компер кемпер группа кемперов я потратил 22 огня я буду давать их огнем огонь я потратил два огня искусственный огонь о баре баре а у на крыльце полно птиц они так и норовят меня заклевать прямо как где-то там спрячься где-нибудь я уже иду не открывай дверь я что по твоему спятил не высовывайся скоро приду только последи чтобы свет горел хорош совет чтобы горел свет это самый правильный совет который нужно сейчас давать эти вороны обычные данцы эти эти на эти обычно эти на мнение нападают но будут те которые на меня нападут мне еще нужно было добраться до коттеджей найти баре но по крайней мере я выбрался из леса а ну все то здесь уже типа безопаснее но не скажу а полно я не потратил револьвер у меня поэтому поэтому не надо тихо тихо это выглядит как какая-то зона нужно было перед гараж и вывести машину на ней бы я добрался до баре куда быстрее да и фары вовсе не помешали бы так хорошо нужно как нужно найти где отпереть ну скорее всего там где свет горит а сейчас скорее всего на меня будут нападать ворон клоузик о рукописи команда агентов и берпы приказывала не двигаться я подумал не стоит ли сдаться все равно мне ничего не получилось это была возможность переложить дело на кого-то другого но почему-то показалось что так нельзя считайте это инстинктом его поза манера держать пистолет не мог быть другом я бросился в дыре в заболе и нырнём в темноту в моих ушах гремели выстрелы ага ясно то есть фбр с им лучше не не подчиняться его требованиям так взять патроны для чего вот для ружья ты прекрасно не зря зашел не жили в туалете кто-то ключи оставил от машины всякие землетрясения конечно в этой игре мне очень нравится они они напоминают об опасности о том что ты в опасности о света же горит да ладно . мне нужен был ключ от гаража вот и ключ от гаража пожалуйста телек в туалете история это не машина послушность послушная каждому движению история это зверь живой зверь его можно создать придать ей очертания но потом она отберет свои собственные желания изменишь что-то и запустишь техную реакцию которая распространится по всему сюжету персонажи должны быть верны себе события должны следовать внутренней логике истории один протокол и магия испарится один прокол и магия испарится история погибнет элис погибли мне кажется он папа класс мне кажется он начнет выполнять требования этого похитителя и писать писать историю чтобы давать ему рукопись чтобы он ее не трогал ладно погнали от прям гараж очень вовремя чувак в туалете конечно решил посидеть и даже странные все обратили внимание что в туалете телек висит ну как бы но это нормально ехать а то есть у я буду управлять ни хера себе тихо мы его разберем полностью же да вот теперь можно сбивать и и удерживайте чтобы усилить яркость форме обо мне есть аккумулятор но мне принципе а куда мы их едем туда поехали ну я не знаю мне надо прям всех сбивать наверное а может и не надо прям всех сбивать а ее юги параметры машины можно изменить в панели меню настроек окей тихо тихо я их добью тачка же не умрет у меня правильно немножко неудобно знаешь в том плане что управлять тачкой нельзя камеру управлять то есть камера смотрит только туда куда едет машина так нормально у меня машина уже дымится да ой ее могут разобрать тогда валю зря я с ними вообще в сражение вступал просто едем дальше что скорее всего если машина сломается то я окажусь в неприятной ситуации в очень неприятной ситуации мне бы не хотелось этого делать зато посмотрим сейчас получится у меня это сделать или нет мой как вернуться к баре я в принципе уже где-то рядом наверное да еду . конечно решил разобрать по молодой программе они можно можно двигать камерой слушай ну так очень тупо как-то очень тупо и медленно поставим немножко чуть подачка 3 генится а нет ничего не легенится но это же не для машины так мы обратно вернулись в лагерь я типа вести подальше придется выходить да как выйти из машины она бы все окей интересненько а вот слушать тебя здесь не было ракетница хорошо спасибо ракетница наверное лучше чтобы я мог поставить темным тварям с которыми столкнулся ну конечно мне сейчас накидали ракетницу неужели щас толпа здесь будет о еще и здоровяк здесь перезаряжай оружие еще идут до перезаряди ты мне чисто накинули так поразвлекаться потому что сейчас на меня пойдет еще у меня только три заряда было ну ладно шесть врагов ну шесть врагов было убито как бы ракетницей опа а чё ты так ярко стал светить ну ясно здесь короче фетиш на тьму и на тьму и свет это был похититель сукин ты сын где моя жена хватит в игры играть войк принесешь рукописи можешь забирать свою женщину все проще простого у меня послушай я еще не успел ее закончить не осталось написать финал это займет неделю ты еще не закончил мне нужна неделя даю два дня тут поблизости есть старая браслорская угольная шахта ты и запросто найдешь городской прайдоха встретимся там главном корпусе в полдень принесешь рукопись получишь жену не принесешь но и смекаешь да я все понял реально будет заканчивать рукопись получается мы сейчас на 10 не будем сами писать я такой такой себе из меня писатель если честно очень такой расслаблен баре болтал по телефону о птичках и свет погас классно спасти баре от птиц мы погнали а еще есть ведь ясно я понял как с ними лучше сражаться ракетница и искусственный огонь ал от я так рад что ты здесь я за я загородил дымоход но пара этих тварей все же попроб про брала сюда так не бывает птицы так себя не ведут ой 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 что-то нехорошее начинается спасти баре от птиц а как зайти одолеть птиц я понял чуть-чуть а я еще думаю что голуби это самое ужасное а у прогони их пожалуйста и вообще пока не врубаюсь как с ними сражаться если честно ну ракетницу у меня есть в руках я попробую конечно шмальнуть ей но блин тратить на птиц ракетницу как-то жалко нет во всем этом кошмаре утешает только то что у меня нет аллергии на птиц и все я шарахнул с ракетницы убил кого-то нет не пока не сроки с ракетницы слишком жирно да лучше немножко постреляем фона и огнем немножко их подъем ах ты черт они как-то со спины все-таки они могут нападать даже под под этим под окошком выходим на я все равно немножко подсвечивая видишь потихоньку падают ну ну давай взлетай это же хорошо правильно я же попал мне прям всех надо долить ем и баре уже можно открывать их больше нет лично мне еще даже немножко боеприпасов осталось и алл ты прости что я решил будто ты спятил так так бывает брат бывает и отправил баре в город поспрашивать может кто опознает похитителя и еще он обещал посмотреть подшивки местной газеты может он сумеет выяснить что-то хоть что-нибудь про исчезнувший остров с коттеджем похитителю нужна была рукопись чтобы вернуть элис придется ее написать чё не пишется совсем да для меня мира сверхъестественного всегда волней более чем аллегории человеческой психики и литературным средством а теперь это происходило на самом деле и я не мог выдавить из себя ни строчки да просто напиши элис вернулась домой все хорошо у меня три миллиарда денег на счету билеты домой мы улетели баре слушает это роуз роуз я нашла страницы мистера уэйка ах ты моя умничка ты молочинка вы не могли бы прийти за ними вместе с тыстрем уэйком я живу в трейлерном парке за городом не пройдет и часа как мы будем у тебя до встречи удачного дня приходите к нам еще добро пожаловать за закусочную дорогой олень молочина бабуля короче делал здесь наводит сразу было понятно мутная женщина теперь и роуз придется гасить до это конец главы скорее всего следующая глава сейчас будет мы сейчас попробуем я не знаю мы будет будем ждать когда закончится вот этот трек или еще что-то прошлый раз пришлось нажать пропустить но они конечно странно сделали разбивку на эти главы потому что вот конец эпизода 2 будем давай посмотрим попробуем хотя бы пару минут я надеюсь что за музыку не принесет если что я уберу то есть если музыки не играет и все очень тихо то это значит я ее вырубил а я не могу так долго ждать не могу предыдущих эпизодах алана уэйка или спасители она пожалуйста помоги мне элис еще хочешь увидеть свою жену будешь делать все что сказано я не могу никому ничего рассказать кроме баре черт баре они же ее убьют ты мой лучший друг я боюсь что именно похититель требует рукопись который якобы написал я я не успели буду озвучивать ребят читайте сами эпизод 3 выкуп все но как же четверть мне далось заполучить руками не знаю она очень изобретательна говорил я тебе ты с ней слишком строк слушай я тут раскопал массу интересного во время своих изысканий мистер уэйк это шериф брейкер здесь с нами агент на эти гейт из фбр фбр он просто мечтает с вами увидеться вам лучше приехать в участок ладно я скоро буду шериф на этом моменте мы серию заканчиваем я думаю самый прекрасный момент пока не начал разворачиваться следующее событие заканчиваем серию следующий продолжим спасибо что досмотрел надеюсь понравилось было интересно ставь лайк и подписывайся следи за моим канал впереди еще много чего интересного счастлива пока и до свидания